Около 5% населения на планете страдает от депрессии. И наиболее эффективный способ её преодоления — это поведенческая терапия, стремящаяся выработать у пациента полезные привычки в поведении. Она часто предполагает получение определённых навыков, которые помогут человеку составлять план позитивных действий и справиться с симптомами депрессии. Это очень важный инструмент в психотерапии. Проблема в таком виде терапии заключается в том, что она не универсальная, и её надо подбирать, что требует времени, которое уже могло быть потрачено на лечение. К тому же цена за такую терапию достаточно высокая. Представьте, что вам пришлось пройти через дорогое и длительное лечение только для того, чтобы выяснить, что оно не работает. И вот как раз здесь на помощь может прийти искусственный интеллект. Мы можем построить модель, которая на основе данных о пациенте будет предсказывать, насколько лечение будет полезным для него. За создание такой модели взялись учёные Вашингтонского университета в Сент-Луисе. В процессе работы они должны были решить ряд проблем. Одна из них — необходимость получения данных о пациенте непрерывно и на протяжении достаточно длительного времени. В отличие от госпитализированных пациентов, подключённых к различному оборудованию, в нашем случае доступа к такого рода данным нет. Однако мы можем использовать популярные носимые устройства, которые следят за вашим сном, количеством шагов, сердцебиением и так далее. С помощью этих устройств мы можем делать некоторые выводы и о психическом состоянии пациентов. Вторая проблема в том, как натренировать алгоритм, чтобы он новые данные конкретного пациента связал с тем или иным уровнем эффективности лечения. Ведь для такой тренировки или обучения нужны ранее собранные во время исследований данные, которые будут использованы искусственным интеллектом в качестве отправной точки. Мы сотрудничали с университетом Иллинойсов-Чикаго. Они провели для нас исследование эффективности поведенческой терапии с участием около ста человек. Участники были подобраны по схожим изначальным характеристикам. Две трети составляли те, кто проходит лечение, и одну треть — это контрольная группа. Во время тестов каждая из двух групп получила по браслету Fitbit. На протяжении двух месяцев данные пациента фиксировались. На их основе модель пыталась предвидеть результаты шестимесячного лечения. Смысл в том, что Fitbit предоставляет динамическую информацию об уровне активности, характере сна, сердцебиении. И через два месяца после начала терапии мы пытаемся предвидеть, нужно ли пациенту продолжать этот курс на протяжении еще четырех месяцев. Исследование позволило нам построить модель, которую потом можно будет использовать в медицинской практике. Чтобы получить более точные настройки моделей, ученым нужны более масштабные исследования. Такие исследования занимают очень много времени, и они очень дорогие. Но недавно мы начали работать с намного большей группой людей в трех университетах. Она будет включать примерно тысячу пациентов. Ученые также планируют использовать технологию машинного обучения и браслеты Fitbit в исследовании эффективности поведенческой терапии по снижению веса. Андрей Деркач, Юрий Закревский специально для программы «Детали». Детали. Продолжение следует... Аминь. Продолжение следует...